Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Доктор субтитров А.Семкин Сейчас мы проводим только для своих ребят и только вот для ребят, которые занимаются в нашей группе. Секция настольного тенниса в центре внешкольной работы объединяет как старших ребят, среди которых уже есть кандидаты в мастера спорта, так и совсем юных воспитанников. Если для одних турниры давно стали привычным делом, начинающим теннисистам только предстоит узнать, что такое матч на выбывание. Впрочем, сами ребята относятся к этому проще. Для них это прежде всего возможность хорошо провести время. Просто интересно поиграть, узнать силы свои. Мне просто это приносит удовольствие. Интересно, насколько я хорошо играю между другими игроками. Как и любой серьезный спорт, настольный теннис весьма требователен тем, кто хочет добиться в нем каких-то результатов. Сам по себе рецепт успеха прост, но включает в себя довольно редкие ингредиенты. Трудолюбие. Это самое главное качество спортсмена. Трудолюбие. И целеустремленность. Если это и есть качество, то как тренер я помогаю развить ему и научить его здорово играть. Настольный теннис – один из самых доступных на сегодняшний день видов спорта. Он не требует ни дорогого оборудования, ни сложной экипировки. Ребят, которые хотят попробовать себя в чем-то новом, испытать свои силы или просто найти интересное и увлекательное хобби, ждут в центре внешкольной работы. У нас набор секции с 7 лет. С 7 лет. Девочек и мальчик. Так что я приглашаю всех желающих научиться играть настольный теннис, приходить и записываться. Нам в центре внешкольной работы. Теперь с правой ноги назад и раз, два, три. Все правильно. Держать квадрат, думать, с какой ноги шагнуть, следить за руками и спиной. Даже отработка базового шага дается не просто для нулевого новичка. Но руководитель студии ДЭКа Екатерина Сысоева уверяет, что для постановки несложного свадебного танца хватит и четырех занятий. Для любителей, конечно, движение и ритмический рисунок упрощают. Вначале шаг, потом руки, потом контакт с партнером и наклоны. Так вырисовывается готовый танец. В танго, конечно, много разнообразных движений, но самое главное и важное – это отработка резкого поворота головы. В этом фишка танца. Профессиональные танцоры отрабатывают поворот головы часами. Он экстремально резкий, подчеркивает Екатерина. Показатель – волосы партнерши. Они должны быть в постоянном движении. Если хвост или локоны замерли, значит, с танцем что-то не так. Три, четыре и выставить. И семь, восемь и раз. Для того, чтобы блистать на профессиональном паркете, четырех занятий точно не хватит. Не хватит и года. К танго танцоры приступают на третьей ступени обучения спортивным танцам. Множество ритмичных рисунков, которые не повторяются. Быстрый ритм, резкие шаги, при которых нужно четко держать корпус и быть в контакте с партнером. Все это – высочайший уровень мастерства. Бальная танго приобрела очень мощное быстрое передвижение по паркету, что добавляет вот такой энергетики, страстности исполнения. Также увеличился темп по сравнению с социальным танцем. Ну и также очень характерным для танго являются очень резкие, порой экстремальные повороты головы, совмещение различных наклонов в одной фигуре. При этом надо еще сохранить так называемый контакт между партнером и партнершей, именно физический. И, в общем, это все делает танго очень физически таким затратным танцем. У танцоров студии Дека множество наград и регалий. Это результат ежедневных многочасовых тренировок. Порой они занимаются до позднего вечера, а школьные уроки делают уже ночами, рассказывая о своих подопечных Екатерина. Вот так выглядит страсть к танцам, без которой настоящая танго не заиграет смыслами. Но чтобы танцевать для себя, для души, достаточно нескольких часов в неделю и желания. В конце концов, аргентинская танго, родоначальник спортивного, так и зарождалась. Чистая импровизация в южноамериканских портовых городах конца 19 века. Уставшие рабочие мигранты вечерами танцевали в небольших салунах. Чуть позже танец стал парным и разлетелся по всему миру, найдя поклонников в каждом уголке земли. Потом, когда уже они перевозили семьи, этот танец стал парным. Но поскольку ни о какой выученной хореографии не шло речи, естественно, это была чистая импровизация. Это когда вечерами после трудного рабочего дня люди собирались, играли на инструментах и танцевали в свое удовольствие. Аргентинская танго собрала в себе десятки танцевальных традиций. Есть в нем и элементы южноамериканской кабанеры и испанского фламенко. Можно найти африканские корни и даже разглядеть польскую мазурку. Неудивительно, что танго прижилось практически везде. Со временем на него обратили внимание высшее сословие, и его начали танцевать на балах. Когда танец танго стал бальным, он лишился момента импровизации. Он стал танцем, который имеет заученную хореографию, даже какие-то технически отточенные моменты. И уже это бальная танго легло в основу знакомого нам спортивного, впрочем, не изжив аргентинского. До сих пор в танце есть два направления. На паркетах танцует то, что с заученной хореографией. А в театрах, на подмостках салонах, а в Южной Америке даже на улицах, танцоры импровизируют под ритмичную музыку, каждый раз являя миру новый, неповторимый танец, диалог между мужчиной и женщиной. Страстная аргентинская танго. Профессиональное хобби. Игроки пинбольного клуба «Реактор» скромно называют себя любителями. Однако их победа на федеральных и мировых соревнованиях говорят об обратном. А начиналось все с малого. Больше десяти лет назад на Варламовской дороге среди двух полуразрушенных зданий семь человек собрались, чтобы поиграть в пинбол. Тогда они еще не догадывались, что эта игра станет для них увлечением всей жизни. Все банально просто начиналось. Пострелушек. Собрались в лесу. Шашлык, башлык. Весело, сердито. После понравилось. Вот загорелся целью создать команду. Назвал эту команду «Реактор Саров». Годы шли, мастерство спортсменов росло и состав команды расширялся. Сейчас в «Реакторе» играют более 20 человек. Свой опыт они охотно передают подрастающему поколению. Здесь занимаются детская и юношеская команды. Эта тактическая игра требует, чтобы спортсмены понимали друг друга с полувзгляда. Поэтому тренируются они долго и часто. Игроки называют клуб второй семьей. Павел Филисов стал ее частью с момента основания клуба 10 лет назад и болеет пинболом по сей день. 10 лет уже тренировки по 2-3 раза в неделю проходят. Без этого никак невозможно достичь таких результатов. Были многократными призерами, победителями международных, общероссийских турниров. Поиграли на Кубках и Чемпионатах мира в Париже, Германии, в Каннах. Достаточно обширная такая автобиография у нас пинболя. За годы реактор сменил много мест для тренировок. Постоянная оборудованная площадка появилась у клуба только сейчас. В сгоревшем здании Тира реактор планирует обустроить три площадки. Основную для пинбольных тренировок, студию Крепыш, где малыши от 4 до 8 лет будут изучать азы игры под чутким руководством наставников. И комнату для игры в Лазертак. Сейчас уже отремонтирована площадка для пинбола. Нам передали город, любезно передал здание Тира, которое мы отремонтировали за свой счет. Вот, как вы видите, прекрасное помещение. Мы все сделали уютно, хорошо. Светло. Вот, и здесь идут тренировки ежедневно. Ежедневно по вечерам. Вот расписание, то есть младший состав, он три раза в неделю, взрослые ежедневно приходят. Подрастающее поколение старается не пропустить ни одной тренировки. Александр Брехунов долго не мог выбрать, каким видом спорта заняться. Мама посоветовала пинбол. Это не просто войнушка, а стратегическое сражение, рассказал юный спортсмен. Мне нравится очень этот спорт. Я, к сожалению, еще ни разу не еду на соревнованиях, хотя я занимаюсь уже полтора года. Ну, не получалось у меня еще съездить ни разу. Но я думаю, что я уже скоро смогу поехать на соревнования. Вот и пересечен десятилетний рубеж. Подведены промежуточные итоги и намечены планы на будущее. В новом году «Реактор» станет основной пинбольной командой госкорпорации «Росатом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова